Приветствую вас, уважаемые телезрители! Приветствую вас, братья и сестры! Эту передачу мне желанно посвятить памяти митрополита Филарета, который покинул мир земного измерения 12 января сего года. Владыка жил в церкви и не мыслил себя вне ее. Жил по юлианскому календарю в равной степени, как и по григорианскому. Но церковный круг был главным его исчислением дней и лет. Красиво и степенно он завершил свой земной путь в последние дни уже на совсем ушедшего даже по юлианскому летоисчислению 2020 года. Владыка в этот сложный период, который довелось пройти Белоруссии, не оставил свою паству без своих молитв, как истинный добрый пастырь. Новый год мы начинаем уже без владыки, но не без его благословения и наказа. Мы давно не слышали пламенных и коротких слов митрополита Филарета, которые так убежденно учили нас многие годы вере. Учили достойно носить звание христиан, быть народом Сына Божия, слышать и исполнять волю Его. Тем не менее, митрополит Филарет многое сказал нам своей кончиной. Он родился в вечность, получив новую жизнь. Также рождается в новую жизнь человек в таинстве крещения, прообразом которой было обрезание у ветхозаветного еврейского народа. Этот обряд свидетельствовал о принадлежности человека к народу Авраама. Этот народ единственный в то время жил по закону, установленному самим Богом. И Христос, Спаситель мира, пришел Его исполнить даже в малости, будучи Сыном Бога, стал и по закону человеком в народе Божьем. Не так ли наш Владыка крещением, монашеством и епископством каждый раз все ближе становился к Богу, с благоговением и рачением, исполняя Слово Его и установление Церкви, притом ни разу не усомнившись в их необходимости. Владыка служил Господу согласно Его Слову и наставлению святых отцов, а не по своему разумению. И это Его одно из последних благословений нам – жить по закону, по закону Божьему и в лоне Церкви, согласно ее правил и учению. Мы прощались с Владыкой в Минском Свято-Духовом Кафедральном Соборе, прощались в День памяти святителя Василия Великого, величайшего учителя Церкви Христовой, величайшего монаха и святой жизни человека. Его молитвами молится Церковь. В этот день совершалась литургия его чином. По его уставам действуют монастыри. И владыка Филарет для Белоруссии был таким же великим и учителем в вере, и человеком, и монахом, и аскетом, и устроителем святых обителей. Ныне он стал нашим святителем. Ушел из жизни наш любимый владыка красиво, простившись со всем народом. Это, конечно, может быть преувеличение в некотором роде, но на церемонии вручения премии за Духовное Возрождение, на которой он многие годы вместе с главой государства вручал награды, в зале присутствовало три тысячи человек. И было сказано в адрес владыки много добрых слов, и почти у каждого стояли в глазах слезы. А владыка и этим совпадением дал всем понять, что главное в жизни – это духовное совершенствование, возрождение Духа и особенно Духа народа, которое складывается с личного преображения каждого человека. И святитель нашей земли, уходя, благословил всех крестом Ефросинии Полоцкой и Туровским крестом, напоминая об истинных духовных истоках нашего народа. Многие в день кончины своего любимого архипастыря почувствовали единую на всех горечь утраты. И радость за пастыря, который ушел к тому, к кому всегда стремился, ушел со спокойным чувством, ибо покинул землю в дни, когда Христос пришел, когда Бог воплотился. И тем самым Он научает нас главному быть со Христом и быть под крестом. Ведь нет ничего главнее, чем приготовиться к вечности. И там не нужны наши идеи, мудрые мысли, наше богатство и состояние, наша правота и справедливость. Там решает все любовь и вера. Так услышим же это завещание от нашего святителя земли белорусской и исполним его, как и продолжим дело всей его жизни, примирять людей и вселять в них надежду. Вечная память митрополиту Филарету. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok